20.00 в Красноярске. Здравствуйте, меня зовут Илья Зайцев. Ближайшие 30 минут я и мои коллеги расскажем вам о наиболее важных на наш взгляд событиях этого понедельника, 30 мая. И мы начинаем. Городской совет все же опубликовал сведения о доходах красноярских депутатов. В этом году народные избранники впервые в полном составе отчитывались о своих заработках. Тройка самых богатых парламентария выглядит следующим образом. Открывает список Владимир Егоров. Его официальный доход за прошлый год 564 миллиона рублей. При этом во владении 5 земельных участков почти на 20 тысяч квадратных метров, два жилых дома в России, почти по тысяче квадратов каждый и 17 нежилых помещений. Внушительное состояние и у супруги Егорова почти 29 миллионов рублей, три квартиры, почти 5 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, Toyota Camry, Mercedes-Benz. Намного по сравнению с ним скромнее выглядят доходы депутата Владимирова. 107 миллионов рублей, земельный участок на полторы тысячи квадратных метров, нежилое помещение, имущество супруги, BMW X6 и квартира. Замыкает тройку лидеров Александр Карапачинский. 21 миллион рублей, два автомобиля Lexus и Nissan. Жена Карапачинского имеет жилой дом и земельный участок. А теперь список самых бедных депутатов. И как под копирку, официальный доход у всех троих составляет 256 тысяч за год. Это примерно 21 тысяча рублей в месяц. Это Волков, Пистолов и Толмачев. При этом Волков имеет квартиру в 53 квадрата. И на пару с женой владеет двумя земельными участками, а также автомобильных Hyundai. Сергей Толмачев имеет в собственности две квартиры. Земельный участок и Toyota Land Cruiser. Выгодно на этом фоне бедных депутатов смотрится Владимир Пистолов. Пять земельных участков, две квартиры, два помещения в России и одно в Таиланде. Среди владельцев заграничной недвижимости также замечены депутаты Антипина. У нее дом в Испании. Бадюков, земля в Турции. А также жена Разима Абасова. У нее дом во Франции. А сегодня в 20.45 предлагаем с вами обсудить тему, а в чем причина и в чем причина наступившего политического кризиса в Красноярске. Действительно ли он наступил и что может грозить нашему городу. Звоните нам в прямой эфир по телефону 265-45-00. Отправляйте смс-сообщение на номер 9020. Начали ТВК, пробелы, далее ваш текст. Либо заходите в нашу группу ВКонтакте, группа называется ТВК Красноярска, оставляйте свои комментарии там. Обсудим эту тему примерно в 20.45. Новостям ТВК сегодня стали известны результаты предварительного голосования Единой России в цифрах. Данные по кандидатам, которые будут представлять партию на выборах в ЗАГС собрания, оказались в нашем распоряжении. Итак, в Красноярске лидерами стали Александр Ус в железнодорожном и части центрального районов. Он обошел своего ближайшего конкурента по округу на 2400 голосов. Это более чем в 10 раз. На 1397 голосов обошел противника Алексей Клешков в Кировском районе. Больше 3000 голосов набрала Елена Пензина. Интересно, предпочтения граждан распределились и по районам края. Например, самый большой разрыв между кандидатами наблюдается в 19 округе. Победитель Александр Симоновский и его ближайшего конкурента отделяют больше 10 тысяч голосов. Напротив, практически вплотную подобрались друг к другу кандидаты по 15 округу. Победу Егора Васильева над Сергеем Зябловым решили какие-то 29 голосов. Куда более очевидно, голосование прошло по кандидатам в Госдуму. Напомню, лидерами в нем стали Рейса Кармазина, Юрий Швыткин, Петр Пимашков и Виктор Зубарев в одномандатных округах. Каждому из этой четверки конкуренты уступили от 11 до 30 тысяч голосов. По списку лидером стал бывший заместитель губернатора Хлопунина Сергей Сокол. За него отдали свои голоса более 58 тысяч человек. При этом официальные результаты праймерис, оргкомитет планирует огласить завтра. И завтра мы надеемся, что в эфир программы «После новостей» придет депутат Марина Добровольская, которая также принимала участие в праймерис. Она впервые прокомментирует, пожалуй, самые неожиданные результаты предварительного народного голосования в советском районе Красноярска. Так что не пропустите завтра в 20.30 на ТВК. Ну и продолжая политическую тему, в полмиллиарда рублей обойдутся нашему региону сентябрьские выборы. Об этом сегодня заявил председатель края избиркома Константин Бочаров по итогам совещания в ЦИК. 18 сентября жители страны выберут новый состав Госдумы, а в нашем регионе предстоит выбрать и новый созыв законодательного собрания. В крае будет работать больше двух тысяч участковых избирательных комиссий. Еще около 20 откроются в больницах, домах престарелых, санаториях и СИЗО. Официально кампания начнется в середине июня, и эта гонка будет жаркой, говорят в избиркоме. Предварительное голосование Единой России уже показывает о том, что желающих будет много. У нас 14 политических партий имеют право участвовать в выборах без сбора подписи. Я предполагаю, что, наверное, около полумиллиарда рублей будет потрачено на эту кампанию. Ну, по крайней мере, и законодательное собрание уже в бюджете предусмотрело 390 миллионов рублей на проведение кампании. Ну, и ЦИК на днях должна принять решение о распределении денежных средств. Через 3 минуты в новостях ТВК расскажем о том, когда начнется ремонт коммунального моста. Через 8 минут приведем очередной пример бесконтрольного оборота спиртосодержащих веществ, на который ответственные органы закрывают глаза. А через 14 минут традиционный прогноз погоды на предстоящую неделю в прямом эфире от специалиста Гидрометцентра. Это новости ТВК, и мы продолжаем. И вновь не укладываются в сроки. Окончание строительства развязки на Второй Брянской откладывается. С требованием перенести дату окончания работы выступила компания-подрядчик СибМост. Напомню, что контракт стоимостью почти полтора миллиарда рублей был подписан еще в 2013 году. Объект планировали сдать осенью 2014-го, затем строительство остановилось, а СибМост через суд продлил сроки исполнения контракта до 15 октября 2015-го. В июне прошлого года компания вновь обратилась в суд и там настаивала на продлении сроков до 1 ноября 2016-го. Тогда в арбитраже согласились сдвинуть дату только на 1 августа. Два дня назад поступило новое заявление и вновь с требованием сдвинуть дату окончания на 1 ноября этого года. По мнению строителей, это связано с цитата «необходимостью корректировки проектной документации и получения положительного заключения». Вопрос о принятии искок производства будет решен в течение пяти рабочих дней. Таким образом, развязка на Брянской может стать очередным красноярским долгостроем. 30 должностных лиц, 155 юридических лиц и 144 предприятия привлечены к административной ответственности за некачественное обслуживание городских дорог. Эти данные ГИБДД приводят за 4 месяца этого года. Теперь красноярские водители высказывают недовольство количеством знаковой информации во время дорожных работ. «Знаки ставят прямо при церкви дорожными работами. То есть надо ставить как-то заранее их». «Ладно, мы знаем, каждый день ездим, а кто не знает, сколько там уже колес поменяли». «Постоянно так. Пока что-нибудь не случится, или авария, или еще какое-нибудь, потом они поставят. А до этого так и будут долбить». «Знаки у нас ставлены, пусть встать, посмотрите, что ведь тут работает, что еще надо нам». «Ну, как название фирмы, которая делает дороги?» «Насколько это добропорядочная компания?» «Очень порядочная компания». «Очень порядочная компания». «Вообще и порядочнее, и все. Ему хорошо». В департаменте городского хозяйства новостям ТВК пояснили, подрядчик не обязан размещать информацию о своей фирме и видах работ, если речь идет о ямочном ремонте. Хотя по логике такая сопроводительная информация должна быть. В Красноярске, по данным мэрии, дорожникам достаточно выставить аншлаги о ходе работ, снижении скоростного режима и сужении дороги. А где они будут стоять, заблаговременно или перед снятым асфальтом, это уже контролирует мастер. В ГИБДД советуют сообщать о нарушениях в службу 205 или в дежурную часть полка ДПС по номеру 127. «Куда выйдет экипаж госавтоинспекции по освобождению и проверит документацию. За данное правонарушение на должностных лиц предусмотрен штраф порядка 2000 рублей, а на юридическое лицо, которое все-таки понесло такую халатность, предусмотрит штраф до 300 тысяч рублей. Поэтому штраф очень серьезный, и все организации, которые все-таки в дальнейшем выявляют такие факты, более внимательно относятся к тому, чтобы не допускать нарушения правил дорожного движения на дороге при производстве работы». Мэрия заказала проектно-изыскательные работы коммунального моста стоимостью в 15 миллионов рублей. За эти средства специалисты должны исследовать тело и опоры главной центральной переправы города как на суше, так и под водой, изучить деформационные швы, разработать план ремонта с учетом водоотведения и тротуаров. Определиться с подрядчиком в мэрии должны до 27 июня. Еще три месяца дается на составление перечня работ. На помню, что коммунальный мост капитально не ремонтировали с 1994 года. Также ранее сообщалось, что запланированный ремонт будет стоить бюджету города от 150 до 200 миллионов рублей. В Минусинске открыли для движения новый мост через протоку Енисей. Его возвели военнослужащие взамен рухнувшего. Напомню, ЧП произошло в марте этого года при реконструкции старой переправы. Тогда пострадали 6 человек. Новую переправу построили за рекордные сроки – 2 недели. Это стало возможным не без участия краевого правительства, ЗАГС Собрания и Министерства обороны. Красную ленту перерезали глава Минусинска Дмитрий Меркулов, спикер краевого парламента Александр Ус и первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко. Для жителей Минусинска переправа имеет особое значение. Она соединяет историческую часть города с новыми микрорайонами. Как отметили в правительстве, новый мост мировременный. Реконструкция старой переправы обязательно будет продолжена. Мы планировали этот мост закончить, его реконструкция в этом году. Но вот в силу сложившихся обстоятельств возникли определенные сложности. И в трудный момент на помощь пришло Министерство обороны, наш прославленный земляк Сергей Кужегетович Шойгу, министр обороны, принял решение здесь временно возвести вот этот мост. Со временем, после того, когда будет завершена все-таки реконструкция моста старого, это позволит организовать нормальное движение в полном смысле слова, одностороннее с тем, чтобы и тот работал, и, соответственно, новая работа. Дебошира с Мичуринского моста ожидает уголовное дело. Напомним, в пятницу мужчина, после того, как его автомобиль попал в аварии, устроил настоящий погром на проезжей части. Разбил топором три автомобиля, кидался на второго участника ДТП и очевидцев. Полицейским потребовалось около получаса, чтобы задержать буйного водителя. В итоге его направили в психоневрологический диспансер, где он сейчас и находится. Как сообщили в пресс-службе МВД, в данный момент проводится проверка, но, по предварительной оценке, дебошир заработал себе до двух лет лишения свободы. По статье 167. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Лопнул и улетел на несколько метров вместе с детьми. Надувной батут едва не стал причиной серьезных травм, играющих на нем школьников. Все случилось в городе Степногорске, что в Казахстане. По информации местных СМИ, надувной аттракцион лопнул и улетел на несколько метров в момент, когда на нем находились дети. Никто из них не пострадал, но они очень напугались, рассказывают родители. По их же словам, на этом батуте дети уже не раз получали ушибы и ссадины. Кроме того, у владельцев надувной конструкции не оказалось аптечки. Напомню, что в прошлом году уже в Красноярске из-за сильного ветра опрокинулась подобная конструкция. Также пострадали дети. Кроме того, год назад, похоже, аттракцион переворачивался и в Железногорске. Тогда травмы получили три ребенка. О том, насколько безопасны аттракционы в Красноярске и как за состоянием качелей и каруселей, следят их владельцы и контролирующие службы, обсудим сегодня в 20.30 в программе «После новостей». Свои вопросы можете отправлять уже сейчас на наш СМС-сервис. Номер 9020, начале ТВК, пробил и далее ваш вопрос. Или звоните по телефону 265-45-00. Через 4 минуты в новостях ТВК расскажем о том, как будут работать детские сады летом. А через 9 минут узнаем у специалиста гидрометцентра ждать ли очередного похолодания в июне. Сеть продажи «Боярышника» расширяется. Автомат по продаже спирта, содержащего лосьона, появился теперь на основке поселка Энергетики. Вот такое видео мы получили от одного из местных жителей. По его словам, установили его неделю назад. Примечательно, что здесь настойку продают на 5 рублей дешевле, чем в тех случаях, о которых новости ТВК уже рассказывали. Напомню, после нашего материала аналогичный пункт продажи убрали с территории гаражей в тех же энергетиках. Поэтому сказать точно, новый это автомат или старый, но перенесенный на другое место сложно. Отмечу также, что формально такая настойка непригодна для приема внутрь. Однако это не останавливает поклонников зелья. Зато с точки зрения закона для контролирующих органов все чисто. Даже если употребление лосьона приведет к гибели. Чиновник с зарплатой в 46 тысяч рублей жил как олигарх. 100 миллионов рублей, 8 престижных машин и коллекцию дорогих ружей нашли при обыске у топ-менеджера Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Ильгиза Гарифулина. Он подозревается в получении взятки. По версии следствия, он помог компании выиграть конкурс на поставку рельсы ШПАУ. За это Гарифулин получил Парша Каен за 6 миллионов рублей. Содержали взяточника в Новосибирске. При обыске в его доме нашли коллекцию старинных ружей, стоимость каждого из которых и достигает полумиллиона. Кроме того, у Гарифулина обнаружилась и тяга к красивым автомобилям. Несколько Парше, Ленд Крузер, Рендж Ровер и другие марки. Также в доме нашли и круглую сумму денег – 100 миллионов рублей наличными. В отношении взяточника возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Свою проверку проводят сейчас и в Росрезерве. Ну и к более приятным темам. Операция прошла успешно, состояние стабильное. Трехлетнему красноярцу Вите Наймушину сделали пересадку сердца в Индии. Об этом новостям ТВК рассказала сама мама Вите. Донором для него стала 10-летняя индийская девочка. В клинику, где проходила операция, сердце доставили специальным авиарейсом. Напомню, новости ТВК уже рассказывали о Вите Наймушине. Он родился здоровым, но после ему поставили диагноз – дилатационная кардиомиопатия. Тогда же стало понятно, что ему необходима трансплантация сердца. При этом в России трансплантация органов детям запрещена законом. Деньги на перелет и операцию – это более 95 тысяч долларов – удалось собрать вовремя. И вот, по словам мамы, малыш идет на поправку. Операция прошла врачей, пришла хорошо. У них были там небольшие проблемы. То есть, в своей сердце у Вики было большое. Но они сказали, что все хорошо, новая сердца работает хорошо. Органы все старые, пока он в реанимации наявил. То есть, на искусстве, на вентиляции легких. Ну, пока его не отключали, должны вроде бы еще не отключить. Но они еще не уверены. 190 миллионов рублей потратят этим летом на ремонт муниципальных детских садов. В списке 209 учреждений, где по необходимости будут латать крыши, менять окна или ремонтировать группы. Об этом рассказали сегодня Управление образования города. В среднем на ремонт каждого учреждения уходит от двух до трех недель. А все остальное время Красноярские детские сады будут работать и принимать детей по штатному расписанию. Правда, посещаемость в летний сезон падает на 60% и меняется концепция занятий. Воспитательники садиков больше проводят времени на свежем воздухе за нестандартными уроками. Например, в детском саду на взлетке с недавнего времени начали выращивать овощи и новое поколение маленьких фермеров. Это один из опытов, который мы будем тиражировать. Когда ребенок, не имея возможности выехать в деревню, может понять, что вот из этого семечка вырастает вот это вот дерево, или вот этот кустик, или вот эта морковка, а потом ее взять и, я не знаю, каким-то образом... Конечно, он не сможет употребить в пищу, потому что сертификата на это просто нет. Но покормить животных в Роевом ручье, отдать им туда, чтобы это происходило, это важно. Переменчивая погода ждет красноярцев на этой неделе. Когда будет самый теплый день, а когда самый холодный, прямо сейчас расскажет специалист гидрометцентра Иван Гордеев. Он на крыше телекомпании, у метеостанции Иван. Добрый вечер. Вот для начала расскажите, я думаю, что многих это волнует, что такое произошло между субботой и воскресеньем? В субботу осень, в воскресенье почти лето. Добрый вечер. Это был фронтальный раздел, который сопровождался довольно мощной облачностью и, соответственно, такими затяжными осадками. Это будет еще повторяться и не раз этим летом. Ну а сейчас погода определяет северо-западный циклон. Мы находимся в его передней теплой части. Заключительная фаза вот такой теплой и солнечной погоды ожидается завтра. Воздух в городе прогреется до плюс 26, это только в тени. Однако в дальнейшем, то есть такой интенсивный вынос тепла в летний период, он всегда неспроста. Он предваряет прохождение холодно-атмосферного фронта. Уже завтра вечером город накроет плотной облачностью. Начнутся осадки, скорее всего, ближе к ночи и, возможно, будет гроза. Небольшие осадки сохранятся еще и в среду. Ветер сменится на северо-западный, станет немного прохладнее. Днем уже, по крайней мере, не выше плюс 17. В дальнейшем со среды по конец недели за холодным фронтом над нами усилится поле повышенного атмосферного давления. Температурный режим в целом ожидается несколько ниже климатической нормы. По ночам это в городе до плюс 2, плюс 5. В дневное время уже до плюс 16 и плюс 20 градусов. Однако с четверга преимущественно уже без существенных осадков. И вот начало очередного потепления. Предварительно ожидаем воскресенье. Воздух вновь прогреется выше 20-ти градусной отметки. По крайней мере, пока ожидается до плюс 22. И в дальнейшем также просматриваются теплые и погожие дни. Но об этом более подробно через неделю. В Красноярске прошел галоконцерт воспитанников детских домов. Прекрасное далеко так называлось мероприятие, организованное фондом «Вера и надежда». Организаторы рассказывают, за выход на большой сцену боролись 300 учреждений края, чтобы в финале показать мастерство в пении или театральной игре. Без подарков никто из участников концерта не ушел. Но самый главный приз для таких детей – это семья. В фонде говорят, благодаря таким концертам уже четверо детей обрели новых родителей. Да, я думаю, дети без родителей – у них совершенно другие условия жизни. Мы хоть как-то их пытаемся создать для них другое настроение, чтобы они себя здесь почувствовали. Вот именно артистами. И на самом деле с гордостью выходят на сцену, получают то удовольствие, удовлетворение, наверное, ожидание, что каждый из них именно будет высоко оценен и получит самую хорошую цену. Это новости ТВК. Мы продолжаем информационное вещание. Напомню, что сегодня обсуждаем грядущий политический кризис в Красноярске. Горсовет поставлен перед непростым выбором отправить в отставку пятерых депутатов, которые вовремя не предоставили сведения о доходах, либо отказаться выполнить требования прокуратуры, и тогда будет распущен весь городской совет. Почему такое происходит? Что вы думаете по этому поводу? Мы ждем ваших звонков по телефону 265-45-00, а также ваших смс-сообщений на номер 90-20 в начале ТВК, пробил, удаля ваш текст, либо комментарии в нашей группе ВКонтакте. Группа называется ТВК Красноярск. У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, что вы думаете по поводу этой ситуации? Знаете, я на протяжении 25 лет, мне в 59 лет, получил 4 удара ниже поиска. За те деньги, за нашу преимущество, за свою голову, на территорию Кизнастана, имею по поводу. Ничего хорошего тут не жду. Ясно, спасибо большое. Здесь некоторые предлагают убрать депутатов. Откуда такие доходы, спрашивают наши зрители. Либо в нашей группе ВКонтакте Галина Царегородцева пишет, опоздали или не хотели подавать. Очень грустная ситуация, но у них однозначно не кризисная. Либо еще одно сообщение от Романа Попушина, я считаю, что это безответственность, или просто им некогда, своим бизнесом заниматься надо, пишут наши зрители. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Это Любовь Ивановна, Кировский район. Вот по поводу политического кризиса, я хочу вот что сказать. Политический кризис и несостоявшийся промериз, снос павильонов, удаление прогулочных лошадей, 150 тысяч зарплаты депутатов, кроме того, их негодовой доход от 100 до 500 миллионов, это все взаимосвязано с политическим кризисом. А в стране, вы сами знаете, нищета, безработица, людям надо что-то есть, отсюда ларьки, лошади, перепродажи на бульварах. Чтобы вылечить ребенка, деньги тоже надо с людей собрать, у государства их нет. Ну, скажи, пожалуйста, но ведь этих депутатов, если чиновников мы сами не выбираем, их назначает избранный, пока избираем и глава города, например, или губернатор края, то депутатов-то мы с вами избираем. А почему так складывается? Почему мы тогда выбираем тех самых людей, которые... Ну, потому никто и не ходит голосовать и выбирать их никто не хочет, потому что такие депутаты, такая власть никому не нужна. Так, а посмотрите, а получается замкнутый круг, мы не... кто-то не ходит голосовать. Отсюда вот политический кризис. А как, по вашему мнению, политический кризис нужно разрешать? А разрешать как? Ну, надо немножко думать о народе, а не только о себе. Не набивать карманы-то, а лечить людей бесплатно, а не собирать на лечении людей деньги. Я думаю, что вы по поводу ребенка, да, сейчас? Да у нас вообще здравоохранение, там о нуле. Но в здравоохранении точно есть проблемы, это точно. Спасибо большое за то, что позвонили, за ваше развернутое мнение, за то, что смотрите новости ТВК. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, слушаем ваше мнение. Меня Галина зовут. Я по поводу тоже депутатов. Почему депутатам, которые не вовремя подали декларацию, ну, пытаются просто обелить? Кто пытается обелить? Ну, просто говорят, лишить депутатского мандата не хотят, и в то же время, а почему бы не дать штраф? Ну, вы меня простите, когда простые люди вовремя не подали декларацию, ну, по продаже автомобиля, по продаже квартиры, вот, с них берут штрафы, и не маленькие, поверьте мне. Смотрите, что получается сейчас. А здесь депутаты, которые миллионами, просто миллионы имеют. Ничего с них не имеют. Ну, а смотрите, в итоге-то за вот эту самую оплошность, как они это называют, за не вовремя поданную декларацию, платить-то своим будем мы, потому что из этих пяти депутатов двое избранных по одномандатным округам. Это значит, что если их лишат мандата, то, соответственно, по этим округам будут дополнительные выборы, на которые из бюджета потратят дополнительные средства. А с этим как быть? Все правильно. Все правильно. Потратьте дополнительные средства. Откуда они идут? Из бюджета идут. Бюджет нужно пополнять. Правильно? Правильно. За счет кого? За нас, простых жителей. Это да, потому что, например, тут на днях смотрел данные по бюджету города Красноярска. Подавляющая часть доходов, это доходы, налог на доходы физических лиц. То есть мы с вами пополняем бюджет, который потом так расходуется. Вот именно. Вот именно. Поэтому я говорю, а с предыдущей дамой, я согласна. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что смотрите, за то, что обсуждаете. Мы вернемся в эту студию, чтобы продолжить обсуждение нашей темы после блока полезной информации. Мы продолжаем информационное вещание. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Я хочу сказать насчет депутатов. Вообще, вот вам задам вопрос. А вообще нужны нам депутаты? Я думаю так, их надо разогнать, потому что все равно они берут откаты в себе в карманы, а вопросы они не решают. Сколько вопросов решали, по дорогам выступали, сколько там еще вопросов очень много решали, и все, а вот, ну, не там. Я считаю так. Пусть они работают, они каждый имеют фирму свою, там где-то бизнес еще, и накопленные такие деньги. За счет нас накопленные деньги. Вот мое мнение. Подождите, а смотрите, есть же разделение ветвей власти. Есть исполнительное, есть законодательное. И однако, в смысле, и в том числе представительный орган власти, которым является Краснодарский горсовет. Так он хоть как-то контролирует деятельность мэрии, а так их вообще никто контролировать не будет. Ну, у каждого человека должна быть своя совесть. Если выбрали мэра, он должен отвечать, то, что его выбрал народ, и делать так, как положено. Понимаете? Если, например, назначили каждого района, там мэр каждого района, как называют, он должен быть нормальным, хорошим хозяйственником. А то у них по 100 заместителей, а толку что? Ну, видите, мэра мы больше пока по уставу города не выбираем. Его как раз будет означать тот самый городской совет, который вы предлагаете разогнать. Ну что ж, спасибо большое за мнение. Кстати, есть шутка, очень популярная сейчас в интернете про выборы в Госдуму. Давайте не будем выбирать Госдуму в этот раз. Нам нужно хотя бы год-два побыть наедине с собой. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Анна. Я абсолютно согласна с предыдущим звонком, считая, что депутатов необходимо лишать мандат. То есть вот провинился, лишили? Да, может быть, тогда они меньше будут рваться туда. Потому что обычных людей туда просто не допускают. Мы видим это все по доходности. Ну смотрите, вот я уже задавал этот вопрос, хотелось бы и ваше мнение услышать. Вот сейчас, предположим, этих четырех депутатов, Егорова, Суртаева, Толмачева, Турова, лишат полномочий. Из них двое, Суртаев и Толмачев, избраны по одномандатному округу. Там пройдут выборы, которые мы с вами оплатим из собственного кармана. Так может быть, не только лишать мандата, но и штрафовать на какую-то сумму? В принципе, это как выход. Их штрафовать. Но в любом случае, вы знаете, украдут здесь, с нас людей снимут, где-то в другом месте, в любом случае мы останемся в минусе. То есть, разницы нет. А на выборы вообще ходите? Скажите. Да, всегда. Всегда. И это главное. Спасибо большое за ваш звонок. Кстати, я забыл упомянуть еще одного депутата, Гордеева Вячеслава Игоревича. Кстати, я попрошу сейчас режиссера показать, уже даже готов проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов Красноярского городского совета, прекратить досрочные полномочия депутатов Гордеева, Егорова, Суртаева, Толмачева и Турова. Настоящее постановление вступает в силу со дня следующего, за днем его официального опубликования. То есть, вполне возможно, что уже 7 июня на сессии Горсовета будет принято решение об отставке этих пятерых депутатов, соответственно, и они лишат своих полномочий на следующий день. Есть еще один звонок, заключительный на сегодня. Добрый вечер. Добрый. Слушаем ваше мнение. Мое мнение таково. Если закон, закон един, да? То есть, он распространяется на всех. Должны мы соблюдать закон или нет? Конечно, должны. Ну, соответственно, о чем речь? А вы как думаете, а депутаты все-таки своих-то лишат полномочий или дойдет до распуска Горсовета в целом? Вопрос сложный. Я думаю, найдут какой-нибудь выход. Не лишать. Смотрите, здесь есть, вот мы разговаривали с специалистами, есть ровно два выхода. Отправить в отставку пятерых, либо распустить весь Горсовет. Говорят, третьего не дано. Ну, я понимаю, если по закону не дано, так о чем речь? Ну, что-нибудь придумают. Спасибо вам большое за то, что смотрите новости ТВК, за то, что позвонили и высказали свое мнение. На сегодня это все. Служба информации телекомпании ТВК продолжает следить за развитием событий. Я напомню, наш телефон 265-45-00, адрес в интернете tvk6.ru. Хорошего вечера. Увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»